Сделать мир, в котором живешь, прекраснее именно такую цель преследует митрополит Марк своей фотовыставкой. Работ здесь немного, все они собраны с его поездок. Посещая другие страны, смотришь, как порой люди относятся бережно к произведениям культуры, архитектуры, не бросают мусор, не вырывают с корнем растения, не бросают огурки и так далее. И хочется, чтобы и у нас в стране тоже было красиво. Есть и виды Рязанского Кремля. Работа так и называется – «Святыни Рязанской земли». Многие отмечают, что у митрополита Марка особый дар – видеть красоту и передавать ее на фото. В юности владыка посещал фотокружок и занимался этим на любительском уровне. Когда принял сан, то от своего хобби не отказался. Цель осталась прежней – совместить культуру и духовность. Здесь, на площадке Рязанской областной библиотеки, эти очень важные явления сосуществуют дружно, согласно, в едином стремлении воспитывать, духовно просвещать наш народ Рязанский, нашу молодежь. И сегодняшняя выставка является примером этому. Это не первая выставка митрополита Марка. Он и раньше выставлял фотоработы из своего архива. Впервые это произошло в 2016 году в Москве на выставке под названием «Письма друзьям». После были и другие, благодаря которым можно посмотреть на мир новым взглядом. Мы сегодня имеем возможность увидеть мир, увидеть прекрасный светлый мир глазами нашего любимого владыка. И сегодня эта выставка, которая размещена в библиотеке Горького, она действительно будет, ее увидят все, кто приходит в библиотеку. Выставка представлена в мультимедийном зале Рязанской областной библиотеки имени Горького. Также митрополит Марк передал сюда два фотоальбома «Тайны Венеции. Город апостола Марка» и «Святыни Рязанской земли». Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».